всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия предлагаю вашему вниманию мастер класс по вязанию шапки тыковки резинкой на однофонтурной машине то я понимаю что на однофонтурной машине резинкой связайте шапку будет достаточно проблематично то есть нам придется резиночку перебирать у меня есть вот такая вот миниатюрка шапочки то есть примерно такой формы будет шапка я могу показать вам тут как будет выглядеть резинка то есть эта резиночка 2 на 1 с красивым краем то есть это имитация фабричного наборного края и вот такая вот шапка с отворотом вязала образец и вот навеяло мне сделала такую миниатюрку зато теперь есть на чем вам показывать пряжа которую я буду использовать это пух норки в бобине здесь 500 метров на 100 грамм отмотала вторую ниточку то есть вижу в две нити как я уже сказала манипуляции на однофонтурной машине у нас будет больше вязать мы ее будем дольше но тем не менее если очень хочется то шапочка у вас такая точно получится итак начинаем вязание нашей шапочки резинкой с имитацией фабричного набора я все подробно описала в отдельном уроке как вяжется такая резинка с имитацией фабричного края да и оставлю для вас ссылочку под этим видео то есть вы перейдете и там все подробно изучите как с чего начать я уже все подготовительные действия сделала также предварительно я уже связала образцы высчитала плотность и сделала расчеты то есть я уже знаю на скольких иглах мне нужно вязать шапку сколько рядов провязывать и по расчетам мы с вами поговорим в конце этого видео сейчас я начинаю вязать вот это место то есть сейчас мне нужно провязать вот эту резиночку как я уже сказала подготовительные манипуляции я уже сделала провязала три ряда сейчас я сбрасываю счетчик на ноль и провязываю необходимое количество рядов и у меня это 32 ряда на каретке плотность я ставлю на шестерку вот эти предварительные три ряда я вязала на четверке для того чтобы как бы это место было у нас не расхлябаным а вот таким вот красивым и ровным теперь я провязываю свои 32 ряда все 32 ряда я провязала теперь я буду делать перебор резинки 2 через одну то есть через две иглы выдвигаем одну иглу скидываем петельную дорожку и поднимаем лицевыми эту дорожку все более подробно у меня описано в уроке по вот этой резинки вот таким образом мы каждую третью петлю снимаем с иглы распускаем петельную дорожку и разворачиваем петельки итак резинку я перебрала то есть напоминаю да это у нас резинка которая пойдет на отворот что теперь нужно сделать смотрите вот у нас так скажем макет шапки на резинке на отвороте у нас лицевая сторона и здесь у нас точно также лицевая сторона если мы выворачиваем от ворота изнанка у шапки лицевая сторона да то есть нам с вами нужно развернуть теперь вязание чтобы лицевая сторона была и здесь и здесь сейчас я из каретки достаю рабочую нить и я ее зацеплю так чтобы она мне пока не мешалась в каретку я вставляю бросовую ниточку и аккуратно провязываю несколько рядов бросовой нить и смотрите бросовую ниточка нам больше пока не понадобится обрезаю ее и пустой кареткой придерживая полотно за оттяжную планку я срезаю полотно с машины вот что у нас получилось то есть мы с вами связали отворотную часть шапки и теперь показываю что нужно сделать данная деталь у нас на машине было к нам изнаночной стороной да вот так вот она висела мы теперь должны развернуть эту деталь и навешать ее обратно берем деккер и каждую петельку навешиваем на свое место находим крайнюю петлю вот она тут ниточка у нас рабочие чтоб ничего нигде не растянулась придерживаем ее и поехали дальше следующая петля вот так петелька за петелькой не пропуская ни одной петли подвешиваем все петли на машину вот видите вот петельки и хорошо видно главное чтоб у вас бросовая нить отличалась по цвету от основной ниточки чтобы не мешалось вот это закручивающиеся полотно которую мы связали бросовой ниточкой можно отпарить крае вот этой детали и тогда она не будет у вас подкручиваться и еще и петли зафиксируются не будут распускаться все навешиваем вот так все петельки и так петли на машине теперь распускаем бросовую нить она нам больше не нужно вот так вот все 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 петельки бросовой нитью которые провязаны и когда мы дойдем до крайнего ряда распускаем потихоньку не торопимся проверяем каждую петельку чтобы она у нас действительно была поднята на иглу мало ли где-то промахнулись проверяем все 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 петельки чтобы все было тут на своих местах все красота все проверили все замечательно теперь подвешиваем гребенку аккуратненько чтобы нигде никакие петли тут не вытянулись и заводим рабочую нить в каретку так нить подтянем через нить и натяжитель чтобы здесь у нас все было под натяжением проверили что ниточка встала правильно вспоминаем что мы вязали на 6 плотности я на одну единицу поставлю плотность побольше и один ряд мы сейчас провяжем на одну единичку больше плотность счетчик рядов мы обнуляем и теперь провязываем то количество рядов которое получилось по расчетам то есть мы сейчас вяжем высоту шапки так я напоминаю что один ряд у нас был провязан на единичку больше плотность теперь снова ставим плотность на рабочую я возвращаю на шестую плотность и вяжу дальше и так полотно шапки готова теперь делаем то же самое две иголочки оставляем третью распускаем наметили иголки и смотрите до конца дорожку не распускайте здесь мы провязывали один ряд чуть большей плотностью и этот ряд нам нужно оставить чтобы здесь были изнаночные петельки это у нас будет перегиб шапки как раз то есть вот одну изнаночную оставили и в следующую как раз вот она такая вытянутая большая следующую завели нить уловитель вот теперь распускаем до конца вот она петля вот дорожка петель пошла точно так же подхватываем протяжку и поднимаем переворачиваем петельки не буду вас утомлять этим долгим занятием вот видите что у нас должно получиться одна изнаночная петелька осталось и дальше пошла дорожка лицевых петель вот таким образом нужно поднять точно так же все петельки у этого полотна покажу еще одну дорожку где заводить крючок что было уже более понятно вот у меня с этой стороны есть дорожки которые я перебрала и видите изнаночная петелька изнаночный один ряд проходит у нас как раз вот вместе сгиба вот и нам нужно оставить одну изнаночную петельку там где мы заводим крючок вот дорожка которую я распустила вот у нас изнаночный ряд вот петля которую мы поднимали в отвороте вот смотрите вот одно оставляем и вот сюда вот сюда заводим нить уловитель и продолжаем распускать вот все распустила и дальше поднимаем все петельки такое большое полотно удобнее поднимать будет без оттяжной планки поэтому я ее сняла и сейчас вот у меня полотно на весу потому что мне надо в камеру попасть вместе с крючком да а на самом деле когда я поднимаю то есть без камер я натягиваю полотно и вот в таком натянутом виде мне удобнее захватывать то есть и вот эти перетяжки все натянутые удобнее их подцеплять ну вот как то так все это происходит конечно же очень большое количество рядов в этой шапке которые придется перебирать но я же говорю если очень хочется то все реально часто такие шапки конечно вязать не будешь но для себя любимой либо для ребенка можно разочек и по перебирать вот я говорила планку убрала с планкой неудобно будет потому что хочется натянуть полотно чтобы было удобнее это все подцеплять вот а планка будет мешаться когда небольшая высота резинки тогда можно дотянуться через планку и мне удобнее когда она резинка натянута на планке вот здесь приходится вот так вот собирать полотно в руке для того чтобы натянуть ну вот мне осталось чуть-чуть скоро будем делать убавки на макушке и так резиночку перебрали смотрите уже тут очертания шапки видны просто в ниточку конечно надо убрать но это потом и теперь следующее наше действие сейчас мы будем закрывать макушку и что я делаю смотрите там где у нас вот эти крайние 2 я не трогаю а вот эти две петельки не тут декер взяла декер надо на одну иголку вот где 2 изнаночные петли у нас то есть и петли которые мы не перебирали мы снимаем уводим заднее нерабочее положение иглу петлю сняли и перевешивали на вторую то есть мы делаем вот здесь убавки лицевую петлю оставляем на месте следующие 2 объединяем то есть на них делаем сокращение внимательно вот эти вот иголочки обязательно вводите в заднее нерабочее положение чтобы они тут нам потом не провязались все делаем так до конца ряда так еще раз проверяем все ли иголочки у нас которые мы освободили стали в заднее нерабочее положение они нам тут не нужны в работе и все остальные иглы сейчас можно выдвинуть вперед для того чтобы помочь каретки провязать вот эти вот двойные петли здесь мы смотрим у нас все иголки должны стоять по 2 и здесь мы не убрали одну петлю там где у нас кромочная то есть здесь оставляем так как есть с обратной стороны точно также все выдвигаем остальные иглы теперь проверяем ниточка у нас заправлена плотность стоит мы вязали на 6 плотности и я уберу плотность на четверку сейчас то есть можете на одну единицу можете на 2 единицы но плотность надо здесь немного убрать и еще один ряд смотрите здесь можно провязать два ряда можно провязать 4 но у меня достаточно мелкие петельки наверное я провяжу 4 смотрите сами по своему вкусу еще два ряда провязываю и следующее действие вот эти две петли которые у нас расположены рядом мы перекидываем одну на другую так так продолжаем перевешивать петли по всей игольницы и так точно также разобрали теперь у нас одна игла и две в заднем нерабочем положении проверили их чтобы они стояли там ровненько никуда не выглядывали не заглядывали к нам вязание те иглы которые у нас сейчас в работе выдвигаем в передние передние нерабочее положение чтобы помочь каретки их провязать теперь в каретке еще убираем плотность я убираю еще на 2 единицы если у вас небольшая плотность вообще в 0 можно убрать ее и провязываем один ряд все посмотрели чтобы у нас все точно провязалась провязываем еще один ряд и он у нас будет последним в этом закрытие теперь дальше мы будем работать нитью ловителю достаю ниточку из каретки и смотрите что я буду делать сейчас пока зацеплю нитку так чтоб она мне не тянула теперь иголки можно вывести за язычки для того чтобы было легче нам сейчас проводить эти манипуляции далеко их не надо выталкивать так и поехали смотрите одна петля пересняли на нити уловитель вторая петля пересняли подтягиваем здесь придерживаем ниточку дальше третья петля и вот так проложили ниточку под язычок и провязали эти три петельки петля осталась на игле нити уловителя следующая раз 2 аккуратно 3 точно также подхватили ниточку под язычок положили и 3 петли провязали вот теперь у нас две петельки осталось здесь так их и оставляем все снова ниточку опустили вниз ну то есть это у нас изнанка пусть ниточка здесь с изнанки находится подхватываем так раз два три три ниточку завели под язычок вот видите как провязали 3 петли которые только что сняли вот следующие три петли так ниточку вниз раз два три под язычок ниточку подвели откройся вот так раз и три петли провязали так и осталось у меня совсем чуть-чуть здесь вот тут главное держать все эти петли за язычком раз два три дай три за язычок тоже их протолкнули ниточку проложили провязали вот эти три петельки все увели за язычок созданную петлю снова раз два три так язычок иди сюда проложили провязали 3 петельки так увели за язычок придерживаем и тут уже все последние остаются у нас петельки раз два три вот эти две смотрите чтобы не слетели так за язычок язычок освободили провязываем 3 петельки и вот эти две оставшиеся раз не убегай не убегай два все два проложили язычок иди сюда где-то у нас вот он провязали две петли все и теперь этой же ниточкой все петли у нас за язычком прокладываем петлю здесь вернее ниточку и вытягиваем аккуратно нить через все через все петельки смотрим что у нас получилось смотрите какая красивая макушка вот у нас петля еще раз ниточку проложили протянули завязали теперь я всю нитку вытаскиваю все закрытие закрытие сделано так теперь можно пройтись по этим же петелькам еще пару раз один-два раза можно да и и укрепить вот эту вот ниточку которой мы стянули все петельки вот так и вот так по кругу по всем по всем по всем петелькам и дальше будем сшивать с вами шов находим вот эти вот смотрите находим петли кромочные вот они две здесь дольки да и за ними за ними между вот этими кромочными петлями и следующим столбиком петель находим вот таки перетяжки ниточкой заходим в одну сторону затем на другой стороне точно также так вот раз вот нашли перетяжку шапка у нас вывернута на лицевую сторону сшиваем все по лицевой стороне все следующую перетяжку нашли завели туда ниточку на другую сторону идем так вот видите какой шов получается то есть его абсолютно незаметно очень красиво с обратной стороны тоже достаточно он такой незаметный вот давайте еще раз покажу здесь уже просто удобнее там нос складки всякие были вот мы ниточка у меня выходит с этой стороны я на этой стороне еще куда мне зайти то есть вот вот мой предыдущий стежок тут же в этот же в это же отверстие я завожу иглу и нащупываю вот эту протяжку вот она вот смотрите вот ниточка у меня выходила в это же отверстие завожу иглу и нащупываю протяжку вот она там между петельками вот она вот таким образом сшивается так что потом все красиво сходится ничего не видно вот и сейчас я приторможу наверно сшивать потому что мне сейчас надо снять эту бросовую ниточку и отпарить край резинки чтоб он был красивый я показывала в в уроке по резинке как отпаривается вот этот край точно также сейчас отпарю и и шапку все достали крайнюю ниточку и вся брусовая нить у нас снялась то есть я сейчас также точно как в уроке по резинке ставлю сюда в край спицу и пойду отпарю пока здесь еще не сшила затем 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 вот этой ниткой я начну сшивать с этой стороны имейте ввиду что здесь мы будем точно также на лицо вывернем да и с лицевой стороны будем сшивать вот где-то до этого момента после подгиба и уже вот этот шов закончу чтоб у нас нигде никаких швов не вылазила но все пожалуй я рассказала показала все что хотела все что было необходимо дальше мы с вами перейдем к расчетам покажу вам уже готовую шапку перейдем к расчетам вот так вот в таком состоянии я сейчас буду отваривать край резиночки и так переходим к расчетам все расчеты у меня в планере для вязания ссылочку на катю которая делает такие планеры я оставлю вам в описании загляните хорошая удобная штука и так вязала в две ниточки 700 метров на 100 грамм это бобинная норка так брала в магазине все связано так кстати тоже оставлю вам ссылочку так и плотность у меня получилось то есть естественно я связала образец высчитала плотность 2 целых восемьсот пятьдесят семь сотых петель в одном сантиметре и четыре ряда в том сантиметре по высоте значит смотрите ну вот моделька вот такая да на отворот я взяла 8 сантиметров а высота шапки после отворота 25 считаем то есть петельную пробу 2857 я умножаю на 56 это у меня окружность головы 160 петель получается я посмотрела что образец у меня слабо тянется поэтому я убираю 10 петель больше не надо вот то есть 150 петель оставляю и плюс 2 кромочные то есть я посчитала что у меня две петли и идут лицевых и 1 изнаночную то есть раппорт резинки 3 петли до мне надо чтобы на 3 все это делилось и 2 кромочные которыми мы будем вот тут делать шовчик то есть 150 делится у нас на 3 и плюс 2 кромочные петли вот таким образом считаем дальше высота резинки именно вот этот вот отворот 8 сантиметром умножаем на 4 ряда плотностей получаю 32 ряда то есть вот я вязала вот этот вот отворот 32 ряда резинку и высота самой шапки то есть один сантиметр я оставила на убавки кстати тут даже побольше у меня получилось не один сантиметр давайте сейчас скажу у меня получилось 2 где-то да где-то 2 сантиметра то есть можете здесь тут сделать эту корректировку я убирала 1 сантиметр то есть 25 минус 124 24 умножила на 4 ряда в одном сантиметре на плотность у меня получилось 96 рядов то есть это я уже вам все рассказала связали сначала вот эти 8 сантиметров 32 ряда затем сняли все набросовую ниточку перевернули снова надели на игольницу и продолжаем вязать шапку и дальше уже здесь делаем убавки ну что ж у меня на этом все я надеюсь что вам понравилась моя шапочка и вы тоже захотите связать такую да на одной фонтуре посидеть перебором вот это все перебрать это достаточно много времени занимает но тем не менее я считаю что она того стоит с шапка получилось очень добротная очень хорошая пушочек вот видите такой нежный пушочек сейчас из нее вышел я думаю но достаточно плотно ею вязала поэтому не так активно он пока выходит я думаю что мы ее сейчас еще под сушим хорошо потеребим и и пушочек проявится больше так сейчас спрошу у будущей хозяйки какая бирка сюда лучше подойдет на этом у меня все с вами была юля и мой факультет рукоделия вяжите со мной вяжите лучше меня не забывайте подписаться на канал потому что это видео не последнее будет еще много впереди новых видео мастер-классов уроков распаковок и так далее всем пока пока увидимся в новых видео